МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В очередной раз депутаты подняли вопрос пенсионного возраста. В частности, предложили его снизить для женщин с детьми. То есть за каждого ребенка на заслуженный отдых отправлять на два года раньше. О чем еще на неделе говорили в Нижней палате парламента? Расскажем обо всем по порядку. Это программа Межрис Лайф, студия Анна Шолгина. Здравствуйте. Порядок устранения тех барьеров торговли с третьими странами определят в рамках ЕАЭС. Соответствующий законопроект на пленарном заседании в среду представил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции. По словам Серика Жумангарина, соглашение направлено на продвижение отечественной продукции на территории Союза. Предусматривает оно и взаимное признание результатов оценки в соответствии продукции требованиям, установленным в ЕАЭС и на территории третьей страны. Предлагаемый подход направлен на продвижение отечественной продукции. В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан. Заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 55 договора о Евразийском экономическом союзе. По данным ведомства, на сегодня принято 52 технических регламента Союза, из них 45 вступили в силу. Депутаты инициативу поддержали. Мажелесмен Самат Айкишев отметил, что соглашение поспособствует наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ЕАЭС с третьими странами. Соглашение предусматривает порядок и условия устранения технических барьеров в торговле с третьими странами путем заключения отдельных договоров соглашений. Определены условия, при соблюдении которых такие договора могут быть заключены, в частности, установление равнозначности процедур аккредитации органов по оценке соответствия сопоставимости обязательных требований и другое. До конца 2025 года в Казахстане появится 16 фитосанитарных лабораторий. Об этом на заседании Мажелеса заявил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. А имеющиеся лаборатории сегодня оснащают необходимым оборудованием. В основном это аппараты для проведения ПЦР-тестов, которые чаще всего используют для исследования скоро портящейся продукции. Кроме того, на границе установлено 77 пунктов фитосанитарного контроля. Конечно же, в идеале нам нужно снабдить как можно большее количество, снабдить все наши лаборатории, которые находятся в соответствующем оборудовании. Работа в данном направлении ведется. Но во всех 77 пунктах иметь лаборатории сейчас пока трудно реализуемо. Кроме оборудования, если лаборатория находится на отдалении от населенных пунктов, это надо туда специалистов везти постоянно. Если больше 100 километров, это очень трудная задача будет. Депутат Амангали Бердалин, в свою очередь, отметил, из-за подобных недочетов у предпринимателя при транспортировке могут возникнуть дополнительные трудности. Отсутствие лаборатории может стать дополнительным коррупционным риском для предпринимателей в случае перевозки скоропорчащейся подкарантинной продукции. К примеру, в случае с Азербайджаном ввоз подкарантинной продукции в Казахстан осуществляется в основном через фитосанитарный контрольный пост, торфпорт, где такой лаборатории нет. Регулирование цен на газ теперь возьмет на себя государство. Законопроект в первом чтении одобрили мажоресмены. Это позволит сделать отрасль максимально прозрачной, считают они. Кроме госрегулирования стоимости на оптовую розничную торговлю будет полностью отслеживаться движение топлива. От завода до заправочных станций. Планируют и автоматизировать весь процесс регулирования рынка. Напомню, рост ценности сжиженный газ стал поводом для начала протеста в январе прошлого года. Тогда в стране на 180 дней установили пороговую цену на топливо. В начале прошлого года качественную перезагрузку газовой отрасли Казахстана поручил провести Касымжом Артукаев. Законопроект является одним из ее этапов. Подробнее о законопроекте с депутатом у жилица парламента Екатериной Смышляевой поговорил мой коллега Алишер Накипов. Интервью далее. Екатерина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. В среду вы представили законопроект по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота жиженного газа. На новый документ возлагают большие надежды. Какие поправки вы и ваши коллеги инициировали? Данный законопроект, по сути, готовит отрасль к последующей полной цифровизации и автоматизации. Поэтому наша задача сейчас максимально была отрегулировать рынок, сделать его прозрачным, абсолютный учет вести и, соответственно, обеспечить источники той информации, на основании которой в дальнейшем будут приниматься решения. Собрать большие данные. Поэтому законопроект содержит несколько таких блоков поправок. Поправки направлены на уточнение определения различных объектов инфраструктуры системы оборота жиженного газа. То есть это и газораспределительные установки, это производственные объекты в сфере жиженного газа, это заправочные станции, наполнительные пункты и так далее. Потому что у многих элементов инфраструктуры, у них были смешанные функции, и таким образом мы не могли в информационном сфере смешанные функции, она как бы не понимает, условно говоря, да, то есть здесь нужно было четко разобраться, какой функционал у какого объекта есть, из чего он состоит и так далее, для того, чтобы можно было вести учет. Второй момент – это те поправки, которые касаются непосредственно тех баз, с которыми нужно будет интегрироваться для того, чтобы получать информацию. В частности, у нас на сегодняшний день несовершение налогового учета в части оборота жиженного газа, и у нас оптовые и розничные его движения, они фактически как бы фискальными органами не отслеживаются, то есть там идет обычная система налогового учета. Для того, чтобы отслеживать конкретный продукт, нам необходимо, чтобы налоговый учет был более детальным, то есть и розничные реализаторы, они направляли данные оператору фискальных данных. То есть в чеке должна содержаться информация о том, сколько литров куплено, кем куплено, когда, в какое время, на какой территории и так далее. Затем у нас есть сопроводительные уклоны на товар, то есть это пилотный проект нашего налогового комитета. Тоже не были участниками субъекта рынка жиженного газа. Значит, мы настаиваем, что мы должны участвовать в этих процессах, потому что тогда мы увидим как раз-таки вопросы транспортировки, межрегиональных перетоков, теневых экспортов и так далее. То есть мы все эти объемы, то есть движение объемов, будем видеть. В части добычи там уже определенные меры приняты, в части производства тоже производственные объекты, они тоже оснащены приборами учета и так далее. Поэтому мы в итоге получим систему, вернее, в итоге в комплексе, когда эти поправки начнут работать, у нас получится, что информационная система будет получать данные об обороте, данные о субъектах рынка и будет получать данные о количестве производства. И поэтому она сможет принимать решение по, допустим, распределению региональных кодов или по, допустим, регулированию выпуска или даже баланса цены. Прошлый год показал, что вопрос цены на газ очень чувствительный. Стоит ли потребителям после вступления закона в силу ожидать увеличения стоимости голубого топлива? Опасаться не надо. Государство не отпускает цену на жиженный газ. Государство регулирует цену на жиженный газ. Просто у одного регулятора в руках становятся две цены. Это цена производителя и цена розничной реализации. Поэтому, наоборот, ценовая политика сейчас должна улучшиться. То есть у граждан очень много вопросов, в том числе и в таких огромных разницах между региональными ценами. Это тоже часто задает этот вопрос. Поэтому здесь опасаться не нужно. Данные нормы, это не говорит о том, что мы повышать цену. Это говорит о том, что цену будут балансировать между производителем и розничной реализацией. А на повышение цен сейчас у нас продолжает работать такой мораторий, будем так говорить. Поэтому сейчас, я думаю, что гражданам опасаться не нужно. Это делается именно для того, чтобы как раз не позволить в данном случае на этот социально значимый, социально важный товар допустить какой-то рост цены, особенно спекулятивный рост цены. В ходе представления закона проекта в Можелесе вы также отметили, что он позволит сделать отрасль максимально прозрачным. С какими проблемами на сегодня приходится сталкиваться? На сегодня мы объемы рынка не знаем. А это очень важно, потому что знание объемов розничного рынка позволяет планировать правильно. Планировать и пересекать разного рода экспортные операции. Потому что у нас сейчас колоссальная разница взять приграничную Российскую Федерацию, там почти 130 тенге стоит газ. А у нас, знаете, цены разные. То есть от 50 до 80, но это очень большая разница. Соответственно, всегда соблазн есть перепродать условно. Между регионами есть разница, с этим есть соблазн. Поэтому очень важно знать объем рынка. Очень важно знать, получать данные по оборотам. Это, пожалуй, самое важное сегодня. И вот я еще раз повторю, что современные цифровые инструменты позволят это делать не вручную, а автоматически собирая информацию с разных баз данных. Поэтому это самое главное. И, пожалуй, это позволит действительно обеспечить прозрачность отрасли. Екатерина Васильевна, спасибо вам за интервью. Вопросы наращивания экономического сотрудничества Казахстана и США обсудили в Можелесе. Чрезвычайный полномочный посол Соединенных Штатов Дэниел Розенблюм посетил Нижнюю палату парламента. Стороны говорили об укреплении инвестиционного взаимодействия, установлении прямого авиасообщения между странами и продвижении женского предпринимательства. Депутаты рассказали про предстоящие экономические преобразования в республике и планах по разработке нового налогового кодекса. Дэниел Розенблюм, в свою очередь, отметил значительный прогресс двусторонних отношений и заявил о готовности дальше развивать сотрудничество. Парламент признал утратившим силу закон о первом президенте Республики Казахстан Ельбасы. Его рассмотрели на совместном заседании Можелеса и Сената. В своем выступлении депутат Ерлан Саеров отметил, Конституционный суд ранее постановил, что данный закон не соответствует новой конституции страны. Поэтому поправки, внесенные на референдуме, исключили пункт статьи, устанавливающий статус и полномочия первого главы государства. Документ направили на подпись президента. Напомню, закон о первом президенте Казахстана Ельбасы приняли еще в 2000 году. Казахстан Ельбасы Снижение пенсионного возраста для женщин один из самых обсуждаемых в Казахстане. Причиной для его уменьшения, по мнению мажелесменов, может стать рождение детей. Так, срок до выхода на пенсию за каждого ребенка предлагают снижать на два года. Общий период при этом не должен превышать 10 лет. Мера позволит компенсировать отсутствие отчислений и потерю профессиональных навыков у казахстанок во время декрета. Если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,55 лет. То есть на полтора года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Ну а повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста – это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом. То есть это могло бы стать возможностью для женщин с тремя детьми, например, выйти на пенсию на 6 лет раньше. Мнение жителей столицы в этом вопросе разделилось. Я буду рада, если женщинам снизят пенсию. Я очень буду рада, конечно, потому что это такой возраст, уже 60 лет, женщина не вправе работать. Ну, как раньше было, 50 лет. Не надо добавлять этот срок, в смысле возраст добавлять. Повышать нельзя, как раньше. Выходили бы 58 лет, я сама по детям вышла 53 года. Как многодетняя мать. Ну меня устраивает, 61 устраивает. 61 – это нормально, но не выше. Да, чтобы так оставили. Потому что меньше все равно уже не сделают. Это уже даже, ну, если так разобраться, даже это ни в какие ворота не лезет. Потому что если уже у нас женщины пошли в 61, ниже будет обидно уже тем, кто ушел позже. Тяжело работать уже в возрасте. Ну, я и сама на инвалидности тяжело. 61 сейчас. Много? Много. К слову, с этого года в стране заморожен пенсионный возраст. В течение пяти лет казахстанки могут выходить на заслуженный отдых в 61 год. По прогнозам, к концу 2023-го количество пожилых вырастет примерно на 30 тысяч человек. Причем половину из них составят женщины. Зауреш Думан Кызы. Специально для Можилис Лайф. 65 тысяч семей, нуждающихся в господдержке, не числятся в базах данных. Многие программы до них попросту не доходят, заявила депутат Можилиса Динара Закива. Всего в помощи нуждается половина из 6 миллионов 700 тысяч семей, зарегистрированных в электронной социальной карте. Однако законодательство не предусматривает госоргана, который бы координировал и контролировал обеспечение людей необходимыми услугами. В связи с этим депутат предложила, чтобы местные управления соцзащиты координировали организацию помощи по выходу семей из трудной ситуации. А к заполнению электронной социальной карте привлекали участковых полицейских. В городе Астана, например, только за три месяца, с февраля по май 2022 года, нами выявлено 120 семей с детьми, проживавших в ужасающих условиях, не обеспеченных базовыми услугами государства. Например, мама с пятью детьми 27 лет жили без ИИН. Дети 9-14 лет никогда не ходили в школу. Аналогичная ситуация была выявлена и в ходе работы Совета в западных регионах, а также в Костанайской области, когда даже при посещении эвакуационных пунктов во время пожаров мы встретили детей 13-15 лет, которые не умеют читать, так как никогда не посещали школу. К другим темам. Вести единый контроль оказания лечебно-дерматокосметологических услуг в медицинских и немедицинских учреждениях требуют мажелесмены. Такую инициативу в своем запросе озвучила депутат Гульдара Нурумова. Она отметила, что казахстанцы стали чаще жаловаться на некачественную работу таких специалистов. Только за прошлый год число обращений в Комитет медико-фармацевтического контроля выросло в три раза. Нурумова также подчеркнула, участились и случаи незаконного проведения пластических операций на дому. Подавляющее большинство медицинских косметологических услуг в Казахстане выполняется нелицензированным немедицинским персоналом в обычных салонах красоты, сомнительных кабинетах или вообще на дому. В таких условиях проводятся специальные процедуры, такие как мезотерапия, плазмолифтинг, вживление мезонитий и даже пластические операции. Манипуляции, затрагивающие сосуды, нервы, мышцы и связки, если их проводит человек без медицинского образования, могут привести к тяжелым осложнениям или летальному исходу. Кроме того, депутаты приняли в работу 13 новых законопроектов, в их числе проект социального кодекса, законопроекты о теплоэнергетике, о местном самоуправлении, социальном обеспечении и организации дорожного движения, поправки в административный и налоговый кодекс, а также в некоторые конституционные законы. Такое выдалась неделя в Нижней Палате парламента. Напомню, это была программа Мажирис Лаев. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин